Здравствуйте! В эфире новости дня и в студии Ануш Симонян. Министерство иностранных дел Арцаха выступило с заявлением ко дню седьмой годовщины Апрельской войны, в котором призывает международное сообщество и в первую очередь Совет Безопасности ООН предпринять незамедлительные и действенные шаги с целью предотвращения политики этнических чисток и геноцида, проводимых Азербайджаном в отношении народа Арцаха и создать механизмы и гарантии обеспечения нормальной жизни в Арцахе. В этом контексте мы придаем важность международному признанию права народа Арцаха на самоопределение, что является необходимой предпосылкой для обеспечения его прав, безопасности и мирного развития, говорится в заявлении. Отмечается также, что сегодня в обстановке полной безнаказанности и безразличия Азербайджан продолжает свою агрессивную и террористическую политику в отношении народа Арцаха. Вчера при посредничестве и сопровождении Международного комитета Красного Креста 11 пациентов Республиканского медицинского центра были перевезены в различные специализированные медицинские центры Армении. 8 пациентов в рамках государственного заказа, направленные на лечение в Армению, вместе с сопровождающими вернулись в Арцах. В медицинских учреждениях Министерства здравоохранения Республики Арцах плановые операции по-прежнему не проводятся. Четверо детей находятся в отделении неонатологии и реанимации медобъединения Аревик. 11 пациентов находятся в реанимационном отделении ЗАО Республиканский медицинский центр. Пятеро из них в крайне тяжелом состоянии. До сегодняшнего дня при посредничестве и сопровождении Международного комитета Красного Креста из Арцаха в Армению было перевезено в общей сложности 252 пациента. По распоряжению правительства Азербайджана за блокирование Лачинского коридора двое координаторов, обеспечивающих прибытие на место студентов, вчера получили президентскую награду. Об этом сообщает известная журналистка Линдси Снелл. Награды от Алиева за помощь в осаде и мучениях 120 тысяч человек на Горном Карабахе – это 113 день азербайджанской блокады, написала она. Это еще одно свидетельство того, что блокада Республики Арцах является целенаправленной политикой Азербайджана, а не мирной акцией так называемых экоактивистов. В осажденном Арцахе продолжаются весенние пассивные работы, несмотря на то, что ощущается дефицит топлива и трудностей с перевозкой семян, не говоря о том, что противник регулярно стреляет. С этими и многими другими проблемами, связанными с блокадой, уже столкнулись представители сферы. Однако это еще один повод активизировать производство местной сельхозпродукции. Учитывая сложившуюся ситуацию и дефицит овощей на рынке, Министерство сельского хозяйства уделяет большее внимание выращиванию овощных культур, особенно картофеля. Поскольку спрос на него высок, помимо семян картофеля, ввозимых на благотворительной основе, государство также предоставляет качественные семена по приемлемым ценам. Для выращивания других овощных культур Министерство сельского хозяйства также планирует оказать финансовую поддержку в размере от 200 до 500 тысяч драмов за гектар. Все это делается для повышения уровня самоокупаемости, отвечает ответственность сферы. Также подчеркивает, что особое внимание будет уделено выращиванию овощных культур, подлежащих переработке. Учитывая блокаду и связанные с ней проблемы, Министерство сельского хозяйства пытается продвигать местное производство. Министр сельского хозяйства уверяет, каких-либо сложностей с реализацией продукции быть не должно. В случае возникновения проблем, государство окажет свое содействие. Министерство сельского хозяйства В этом можно будет приобрести овощи, а именно морковь, свеклу, капусту, репчатый лук, а в последующие дни огурцы и помидоры. Овощи в магазинах Аскеранского и Мартунинского районов можно будет приобрести с 4 и 5 апреля. Как сообщает информационный штаб Арцаха, наряду с новыми до 10 апреля можно будет использовать и ранее полученные талоны. В рамках второй меры по смягчению социально-экономических последствий блокады начался четвертый этап финансовой помощи. Наличные платежи осуществляет ЗАО «Арцахбанк». Министерство социального развития и миграции сообщает, что граждан, которым была перечислена финансовая помощь, оповестят об этом посредством сообщения, отправленного на номер обратной связи. Напомним, что финансовая поддержка оказывается лицам, фактически проживающим в Арцахе, минимум с 1 ноября 2022 года, состоящим в непрерывных трудовых или гражданско-правовых отношениях с хозяйствующим субъектом, осуществляющим деятельность в любой из отраслей, утвержденных правительством Республики Арцах и уволенным с работы в период с 12 декабря 2022 года по 31 января 2023 года. Помощь предоставляется единовременно в размере 68 тысяч драмов. Если заработная плата за ноябрь составляла менее 68 тысяч драмов, то материальная помощь выплачивается в размере ноябрьского дохода. Это все главные новости на сегодня. Спасибо, что были с нами. До свидания.